Добрый вечер! С пятничным выпуском новости 24 в студии Махач Курбанов. Для начала небольшой анонс о том, что вы сегодня увидите в нашем выпуске. Путин с Трампом могут встретиться в кулуарах саммита АТС, проходящего во Вьетнаме. Погорельцы дома по улице Ирчи Казака, 18, встретились сегодня с представителями правительства. Дагестанский дзюдоист Ибрагим Гаджи Сулейманов стал победителем юношеского первенства России. Саммит АТС проходит во Вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября. Владимир Путин и Дональд Трамп могут здесь встретиться. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его же словам, сейчас по поводу встречи двух президентов от американской стороны поступает противоречивая информация. О том, что формальная встреча Путина с Трампом отменена, утром 10 ноября сообщили в Белом доме. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила это плотным графиком Трампа. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев и председатель Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Борис Грызлов поздравили полицейских с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие проходило в здании Министерства внутренних дел республики. Особо отличившихся сотрудников наградили почетными орденами. Подробнее в следующем сюжете. В переполненном конференц-зале выступающие поздравили личный состав и ветеранов органов внутренних дел Дагестана с профессиональным праздником. Министр внутренних дел республики Абду Рашид Магомедов привез статистику героев погибших при исполнении служебного долга. 1972 сотрудников дагестанской полиции, милиции и полиции за исполнение служебного долга награждены орденами и медалями нашей страны. Только в этом году высоких наград удостоены 16 сотрудников органов внутренних дел республики Дагестан. Немало тех, кто погиб, оставаясь верным присягам. Присяги, к сожалению, мы и в этом году потеряли наших коллег. Я прошу всех почтить память погибших внутренних. Почетные гости говорили о самоотверженности и подвигах дагестанцев в 90-е годы. Это праздник тех, кто днем и ночью стоит на страже порядка и защищает мирных граждан, иногда ценой собственной жизни. Дагестанцы в 1999 году первыми дали отпор террористической агрессии, встали на защиту родной земли и всей страны. Враги родины нагло и самонадеянно полагали, что в многонациональном Дагестане смогут найти себе опору, смогут разобщить людей. Но враги жестоко просчитались. Пример дагестанских ополченцев вдохновил многих и многих, придал уверенности в победе. Борис Грязлов также отметил, что в борьбе с терроризмом, коррупцией и любыми видами преступности сотрудники органов внутренних дел должны получать всю необходимую поддержку государства и общества. Не сомневаюсь, что такая поддержка будет обеспечена здесь, в Дагестане, где исполняющим обязанности главы республики назначен специалист высочайшего уровня, мой товарищ и коллега Владимир Абдуалевич Васильев. Я работал вместе с Владимиром Абдуалевичем и в должности министра внутренних дел, и в должности председателя Государственной Думы. Уверен, что его деятельность в республике поможет обеспечить дальнейшее повышение эффективности. Мы будем добиваться, чтобы террористы и особенно главари террористов уничтожались там, вдали, на дальних подступах и не смогли прийти на землю Дагестана и других республик, краев, областей Российской Федерации. Чтобы враги России не смогли отравить молодежь своей пропагандой. В Рео главы Дагестана Владимир Васильев в начале своего выступления подчеркнул, что ветераны всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине. За это время многое произошло в нашей стране. Духовность, вероотерпимость. Все это стало нормой. Это очень важно. Дагестан в этом плане, и Бориславович сейчас уже говорил, делает, и я убежден, еще будет делать многое очень важное и полезное. Не только для Национальной Республики, но и для всей России, и если хотите мира. Потому что Дагестан демонстрирует удивительные возможности. И во многом благодаря вам. Важно, что мы сегодня имеем в 2,8 раза меньше, чем по России, уровень преступности на 100 тысяч населения. Смотрите, вот я сам задумывал, думаю, чего это стоит. Много. Большое вам за это спасибо. Владимир Васильев, обращаясь к сотрудникам МВД, отметил, что в Дагестан привлечены дополнительные деньги из федерального бюджета. И получена поддержка от президента и других министерств. Он заявил, что каждый полученный рубль должен быть максимально использован в интересах людей. Кому-то хочется, я сейчас получаю эти письма, и не только от коллег, которые представляют КПРФ. Давайте сейчас всех всю юбидиту зачистим и назначим новых упрощенных представлений о реальности. Меняются условия, меняются люди. Поэтому я рассчитываю на то, что наше министерство будет занимать большую роль играть в процессах таких, как сокращение киневого оборота, противодействие, коррупции, хищение. Мы будем вам помогать. После выступлений наиболее отличившихся сотрудников полиции наградили медалями за отвагу, оружием и благодарственными грамотами. Сегодня великий праздник для нашего ведомства. И я хотел бы, чтобы они на тяжелое время работают в системе МВД, чтобы они как уходили из дома, так и возвращались домой. И всех поздравить с нашими праздниками. Чтобы они всегда живые, здоровые, возвращались домой и были бодрые. И всегда был у них дух мужества и отваги, как у наших друзей, которые сегодня они вместе с нами. Еще раз поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел, членов их семей, ветеранов и всех, кто имеет отношение к органам внутренних дел с этим прекрасным праздником. Прообраз современной полиции появился еще 300 лет назад, когда Петр I создал службу охраны общественного порядка. Главную задачу новой структуры император сформулировал очень коротко – честь служения Отечеству. Эта фраза до сих пор остается девизом российских полицейских. Хамза Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. В муфтияти Дагестана под руководством заместителя муфти Ахмада Кахаева состоялось совещание оргкомитета предстоящей международной научно-практической богословской конференции, которая пройдет в Махачкале 15 и 16 ноября. Ахмад Кахаев, обращаясь к представителям оргкомитета, отметил, что предстоящие мероприятия – это очень важное событие для Дагестана. В республику приедут почетные гости с разных регионов страны и зарубежья. В рамках конференции пройдет международный форум «Духовное наследие Саида Афанди». Отдельно обсудят тему мусульманской семьи и актуальные проблемы теологического образования. Стоит отметить, что в рамках подготовки к международной конференции ранее были созданы рабочие группы из ответственных лиц по каждому направлению. Погорельцы дома по улице Ирчи Казака 18 встретились сегодня с представителями правительства. В конце лета в их доме произошел пожар и уже третий месяц люди в отчаянии просят провести капитальный ремонт и установить кровлю. До сих пор чиновники отвечали лишь многочисленными отписками. Ума Ибрагимова увидела, в каком состоянии находятся квартиры. Когда дождь идет, вот отсюда капает вода, отсюда капает, здесь обои вырвались. Гамзат Умаханов уже отчаялся писать заявление и требовать ремонта в своей квартире. В семье двое детей. Домочадцы уже устали чистить стены. Терпеливо ждут, пока плесень и сырость наконец покинут их квартиру. Ну, в два дня раз надо полностью вычищать, потому что за два дня плесень, она вырастает. Она еще, говорят, летает, что мы детей отправили, например, в село. Сегодня в школу, но детей нет, потому что из-за плесени у нас девочка болеет. Среди погорельцев есть и семьи, которые ютятся в однокомнатной квартире. Амина Мерзегасанова в их числе. Детей пытается не подпускать к стенам. После дождей обои начинают отклеиваться. Переехать некуда. Сразу отошли обои. Я даже дела их сняла уже. Думаю, что их вот так, чтобы они висели, оставлять что ли. Аналогичная ситуация во всех квартирах. Пятые этажи так вообще непригодны для жилья. Подъезды пропитаны неприятным запахом сырости. Жители дома по очереди делают все, что от них зависит. Наводят чистоту. Желтые стены и сырость – это еще не самое страшное. После дождей стены становятся абсолютно мокрыми. Для того, чтобы не затопить соседей, жители ставят на пол вот такие тряпки. Что будет после ливневых дождей, они даже представить боятся. Для безопасного и безвредного проживания дому необходима новая кровля. По словам богорельцев, некоторым из них строительные компании предлагали мансардный этаж. Но на мансарду дом не рассчитан, ведь зданию более 50 лет. Так как наш дом уже, как говорится, можно сказать, в земле, ему уже полвека, он не выдержит всякой нагрузки. Вот этот фундамент, все это уже стены, как говорится, уже в доме треснутые, подъезды уже никакие. Так что эта нагрузка на дом не выдержала. Поэтому мы хотели, чтобы добивались, чтобы все-таки нам сделали крышу, восстановили кровлю. Погорельцы настояли на встрече с представителями правительства. После пожара прошло более двух месяцев. Чиновники, наконец, откликнулись. Обещают провести ремонт и уложить кровлю. Поменяем, сделаем новую кровлю, сделаем ремонт фасада. И решено сегодня протоколом, я думаю, что это будет обозначено, результаты сегодняшнего собрания. Вышли практически все собственники данного дома. Будет также ремонт, хороший, нормальный ремонт подъезда. То есть от пожара постараемся, чтобы и следа не оставить. Напомним, пожар произошел в августе этого года. Крыша дома полностью сгорела. Умай Баргимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Далее с коротким обзором новостей моя коллега Ларьяна Шамхалаева. Свыше 106 тысяч тонн винограда отправили в Дагестане в текущем году на переработку. Это на 20 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Более того, подобного урожая регион не получал с советских времен. Лидировал по итогам уборочной кампании Дербенский район. Отметим, что Дагестан занимает второе место в стране, уступая лишь Краснодарскому краю. Ряд нарушений в сфере оказания платных услуг выявлены в клинической больнице номер один города Махачкалы. Напомним, ранее в интернете была опубликована анонимная жалоба на действия руководства медучреждения. Выяснилось, что работники получали неравномерно заработную плату. Главврачу объявлен выговор к дисциплинарной ответственности, привлеченный заместитель по экономической работе, главный бухгалтер и начальник отдела кадров. Дагестанский регбист сыграет за сборную России на Кубке наций в Гонконге. Магомед Давудов в составе национальной команды сыграет сначала с хозяевами турнира. Во второй встрече россиянам предстоит провести матч против кенийцев, а в заключительной против чилийцев. К слову, ранее Давудов играл в финале Кубка России и становился бронзовым призером чемпионата страны. В Дагестане проведут первый музыкальный фестиваль композиторов республики. Мероприятие под названием «Мелодия и пленительный родник» пройдет с 10 ноября по 7 декабря в Махачкале. Его организаторами выступает Министерство культуры Республики Дагестан, Театр оперы и балета, отделение Союза композиторов России. Официальное открытие ознаменует опера Готфреда Гасанова «Хочбар», который состоится в Русском театре. О спорте. Дагестанский дзюдоист Ибрагим Гаджи Сулейманов стал победителем юношеского первенства России. Соревнования, стартовавшие с 6 ноября, завершились накануне в Крыму. Воспитанник тренера Руслана Гамзатова стал лучшим в весовой категории до 73 килограмм среди 53 дзюдоистов. На пути к успеху «Махачкалинец» был сильнее шестерых оппонентов – представителей Москвы, Самары, Тюмени, Адыгеи, Чеченской Республики. В финале с минимальным преимуществом наш спортсмен одолил Игоря Толунина из Красноярского края. И вот сейчас задняя подножка, и на этот раз, да, здорово провел атаку Сулейманов. Участие в юношеском чемпионате России принимали 790 юношей и девушек из более 60 регионов. На этот час у нас все. Далее курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 28 копеек, евро 68 рублей 97 копеек. Еще больше информации смотрите на сайте nntv.ru. Всего хорошего, приятных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok